Мы продолжаем наш разговор с Викой Коува. В предыдущей беседе вы обозначили гендерную гармонию как основу общества Land of Good. Согласно вашим исследованиям, естественное соотношение между полами может стать путевкой в процветающую жизнь. Учитывая это, гендерная гармония будет играть ключевую роль в Land of Good. Да, действительно, обширное исследование убедило меня, что гендерная гармония может вылечить любую проблему любого общества. Пол со всеми его исключениями и вариациями является настолько важной частью того, чем мы являемся, что как только он подвергается давлению, все выходит из равновесия. Ослабьте это напряжение, и все встанет на свои места. Сейчас ведутся горячие дебаты по гендерной проглематике. Они являются результатом долговременного давления, оказанного христианской традицией, которая объявила грехом секс, рождение, удовольствие и досуг. Эти грехи, в кавычках, напрямую связаны с женским полом. Чтобы выжить в христианскую эпоху, женщины были вынуждены подавлять свои природные силы. Есть замечательная книга Анны Беринг, которая подробно рассматривает историю исчезновения силы женского начала и влияние этого на общество. В то время, как наши предки в доисторические времена восхваляли и праздновали сексуальное единство и разнообразие, мы, наследники религиозных традиций, имеем дело с эмоциональной блокадой и с ее бесконечным обсуждением. В здоровом обществе таких дебатов и блокад вообще не должно быть. Доисторическое общество стало прототипом гендерной гармонии. Есть гендеры со всеми их исключениями и вариациями, есть мужское и женское начало, но нет гендерных ролей и предвзятости полом. Гендерная гармония – это общество людей, обладающих равными правами и возможностями, ощущающих себя единым целым, при этом ценящих разнообразие индивидуальности. Гендерная гармония извлекает пользу из этого разнообразия. Женское или мужское, или начало, или посередине – это не имеет значения. Разнообразие индивидуальности обогащает любое общество. С одной стороны, мы все являемся частью единого целого, с другой стороны, мы все индивидуальны. Land of Good всегда будет стремиться к золотой середине, к балансу. Во время первой беседы мы много говорили о женщинах, играющих очень важную роль в доисторическом обществе. Похоже, женщины того времени были лидерами в коммуникациях, внутреннем управлении, переговорах и внутренних связях, внутреннем производстве и ремесленном мастерстве. Те женщины стали моим вдохновением, понимание, каков был бы мир, наполненный подлинной женской энергетикой. То общество, которое ценило и поклонялось женщинам, является одним из ваших доказательств возможности гендерной гармонии, независимая археология – это ваше вдохновение. Это ваше единственное вдохновение? Отнюдь нет. Археологические находки, подтверждающие существование передового общества до 10 тысяч лет до нашей эры, просто являются наиболее демонстративными и впечатляющими. Вы можете сами поехать и увидеть эти древние мегалитические сооружения своими глазами в любой части мира, от Америки до Европы и Азии, везде. Также новейшие исследования работы мозга мне очень помогают. Первое, что поражает, это то, что мозг мужчины и мозг женщины работают по-разному. А также исследования шишковидного тела эпифиза. Эту эндокринную железу головного мозга еще называют третьим глазом, который известен с древних времен. Эпифиз рассматривают как источник восприятия за пределами пяти чувств, включая ясновидение, интуицию, предчувствие, телепатию и перемещение вне тела. Подобное восприятие мира исчезло из нашего общества вместе с женским влиянием на него. Другим важным источником вдохновения является активное общение с людьми разных слоев населения по всему миру. Но, пожалуй, самым важным вдохновением является обычный здравый смысл, говоря про элементарный дуализм нашего мира. Никому не придет в голову спорить, что важнее, минус или плюс, день или ночь, тьма или свет. Это даже не вопрос, не так ли? Так почему же возникает вопрос, кто важнее, мужчина или женщина? У женщин просто другие преимущества, так же, как у минуса и у плюса. Поэтому я полагаю, что правильно сбалансированное общество начинается с нашего дуалистического происхождения. На протяжении веков мы вкладывали все силы в развитие ям. Пришло время серьезно заняться им. Как же тогда насчет таких явлений, как трансгендерность и гомосексуализм? Каково их положение в Land of Wood? В здоровом обществе такие вопросы не должны даже возникать. Такие сугубо личные вопросы не должны даже обсуждаться обществом. Человек должен быть в праве сам определять свою сексуальную ориентацию. И в Land of Wood все очень просто. Вы можете делать все, что хотите, если это неразрушительно для вас и окружающих вас людей. В Land of Wood не важно, какой у вас пол, а важно, насколько ты хорош как человек. Однако Land of Wood хорошо отдает себе отчет в том, что у гомосексуализма есть большое преимущество. Оно способно регулировать перенаселение. Поэтому в этом смысле гомосексуализм играет важную роль. Итак, основа Land of Wood ясна и выглядит довольно стабильно. Каков следующий шаг? Следующим шагом является построение конструкции поверх фундамента. Структура любого общества обычно представляет собой общественную конструкцию, которая содержит кодекс поведения. Цель Land of Wood – найти такую общественную систему, которая бы обогащала всех. Но сразу возникает серьезная задача. В то время, как все мы разные и хотим разных вещей, как можно построить общественную структуру, которая бы удовлетворяла всех? Это невозможно. Мы проанализировали все когда-либо существующие общественные структуры по регионам и по странам. Мы не смогли найти ни одну страну, в которой все предпочитали бы одну и ту же общественную структуру. В пределах одной и той же страны мы встречаем большое разнообразие политических партий, организаций, клубов и так далее. И только те партии, которые побеждают на выборах или захватывают власть силой, удовлетворены. Остальным приходится жить с тем, чего они на самом деле не хотят. Это замечательный рецепт для проблем. Современные США, например, распались на два противоположных лагеря. Таким образом, люди одной и той же культуры не обязательно привержены одинаковым предпочтениям, когда дело касается общественных организаций. Почему? Если мы такие социальные существа, почему бы нам просто не копировать друг друга и делать то, что делают все остальные? Это упростило бы всем жизнь, и так ли? Понимая это, мы все равно не в состоянии следовать одному примеру. Откуда же такое разнообразие вариантов и мнений? Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось разложить социальное поведение человека по полочкам. В конечном итоге я оказалась у самого источника, у наших предков, обезьян. Тут меня ждал неожиданный сюрприз. Я заблуждалась, предполагая, что такие гуманные понятия, как демократия, социализм и коммунизм, являются изобретениями нас, homo sapiens. На самом деле, все известные нам общественные системы являются копией систем, изобретенных обезьянами. Обезьяны в основном очень общительные, они живут в группах, все группы организованы, и организованы они по-разному. Нет общественной структуры, которой не было бы у обезьян. Хэштег, я в шоке. Разрешите мне привести несколько примеров. Павианы – строго тоталитарная организация, управляемая самцами, основанная на жесткой пирамидальной иерархии и моногамии. Лидер – альфа-самец, все остальные, от беты до омеги, находятся в его строгом подчинении. Его территория защищена большой, сильной группой, они строго организованы, как армия. Они гордятся своими навыками координации и организации. Все решается через демонстрацию силы альфа-самцов. Но агрессия других просто демонстративна, поэтому фактическое насилие встречается редко. Каждый член знает свое место, самки защищены самцами. Павианы любят оставаться с одним партнером и разделять родительские обязанности, но могут сменить партнера после того, каких ребенок вырастет. Вам это ничто не напоминает? Они умные и гордятся своей преданностью и патриотизмом, часто защищая альфа-самца и его имущество ценой своей жизни. Такая строгая иерархическая система исключает творчество и свободу мнения, но создает безопасность и стабильность. Смертность очень низкая, голодание очень редко. Гориллы также являются строго управляемой самцами иерархией, но с организацией гарема, где альфа-самец имеет самый большой гарем. Самцы контролируют и защищают своих самок. Когда ребенок вырастает, он строит свой собственный гарем. Чем больше гарем, тем больше альфа-самец. Вам это ничто не напоминает? У них высокий уровень младенческой смертности из-за сексуально отобранного детоубийства. Гиббоны – это семейная социальная структура. Они живут большими семьями, детеныши живут с мамой и папой. Семья для них свята. Они моногамны и женятся только по любви. Отец – защитник и ответственный родитель. Хорошее воспитание является приоритетом. Не агрессивные, дружелюбные, они защищают свою территорию голосом. Насколько их слышно, это их территория, и другие гиббоны это слышат и туда не идут. Пение имеет еще и культурное значение. Все решается с помощью пения. Получается, что устрашающий внешний вид и необязательный. Невегетарианцы, всеядные, насилие и смертность очень низкие. И, наконец, шимпанзе, как строгая конкурентная организация, в которой доминируют самцы. Нестабильная иерархия, потому что групповые коалиции все время меняются из-за продолжающейся конкуренции за более высокую позицию. Ничего не напоминает? Чтобы получить более высокое положение, самцы имеют право обманывать, проявлять агрессию, насиловать и убивать. Убийство является стратегией для достижения целей. Более высокое положение в группе также может быть достигнуто за счет интеллекта или высоких организационных способностей. Шимпанзе умные, но хитрые и потлые, и обладают низкими способностями к состраданию. Наблюдались учеными случаи каннибализма у шимпанзе, которые принимают отвратительные формы. Мать вместе со взрослой дочерью вдруг стали нападать на самок с молодыми детенышами, отбирать у матери ребенка и пожирать добычу еще живое, прямо на глазах у матери. Общительные, творческие, но нелояльные. Шимпанзе ведут войны за землю, а не за товарищей. Они очень жестоки и территориальны. Шимпанзе распутные, полигамные. Родительский долг отсутствует у самцов. Матери сами заботятся о детях. Случаи обмена секса на мясо, так называемая проституция. Такое общество не обеспечивает безопасностью, доверием, преданностью и состраданием. Они живут в постоянном страхе предательства и перемен. Страшное сходство с человеческим обществом. Даже есть модель отшельников. Бамбуковый лемур живет в одиночку и не нуждается в компании. Но, как и в нашем обществе, отшельники – это исключение. В основном приматы живут в обществе. Широконосные обезьяны или обезьяны нового света очень общительные. Настолько общительные, что даже создают группы из разных видов обезьян. И даже других видов животных, даже с попугаями. Чем больше компания, тем больше способностей, тем безопаснее. Своего рода Европейский союз. Теперь давайте рассмотрим лемуров катта, которые живут большими агрессивными группами, постоянно защищая свою территорию от других групп. Из-за пониженного полового деморфизма, то есть безвидимых различий между самкой и самцом, их общественные роли равны. А их общественная структура основана на равенстве полов. Женщины сражаются в первом ряду, зачастую с потомством на спине. Лемуры образуют парные узы, где женщины социально доминируют над мужчинами при любых обстоятельствах. Самки настолько независимы, что предпочитают спариваться с другими самцами, но они не защищены ни одним из них. В результате уровень смертности среди самок и детей очень высок. 50% младенцев не достигают своего первого года жизни. Раненые, подверженные стрессу самки, не в состоянии обеспечить надлежащее воспитание и пропитание. К тому же, будучи не всеядными, а вегетарианцами, им постоянно угрожает голод и вымирание. Лемуры – веский аргумент против экстремальных общественных систем, управляемых только самками. Вот почему основной курс Land of Good – это гендерная гармония, а не гендерное равенство. Есть ли какие-либо примеры гендерной гармонии у приматов, которые вы используете в качестве вдохновения? Разрешите представить вам шимпанзе Бонобо, который является не иерархической, но альтруистической общественной организацией. У них есть лидер, часто самка, но без привилегий. Нет альфа, нет омега, все в значительной степени равны, имеют коллективную собственность, которую они все могут использовать по надобности. Они креативны, добры, дружелюбны и не амбициозны. Лидерство берется интеллектом, а не силой. Когда речь идет о конкретной задаче, для ее решения выбирается лидер демократическим путем. Номинируя себя на роль лидера, Бонобо должен придумать что-то оригинальное. Они правят, руководствуясь терпением и пониманием. Не агрессивны, не вегетарианцы, все ядны. Самцы и самки как гетеросексуальны, так и гомосексуальны. Но вопрос заключается в следующем. Устроит ли такое общество каждого из нас? Ответ, вероятно, будет нет. Похоже, у разных людей активируются и превалируют разные гены. Некоторые из нас больше Бонобо, некоторые шимпанзе или павианы или лемуры. Из-за постоянной миграции на протяжении тысячелетий мы все смешались. Люди с преобладающими генами шимпанзе начали жить вместе с людьми с преобладающими генами павианов или орангутанов или шимпанзе. Но мы всегда подсознательно стремимся именно к той системе, которая отпечатывалась у нас в ДНК на протяжении миллиона лет. Я полагаю, вы знаете, что человеческий геном 98% идентичен геному шимпанзе и на 96% идентичен с гориллой. Мутируя, эти гены передаются из поколения в поколение, как передатчики информации, а не практически вечно. Поэтому вместо того, чтобы противиться своей природе, разве не лучше предложить человеку социальный строй, в котором бы он чувствовал себя как дом? А разве наш мир такими не является? Определенная страна предлагает определенный вид общественной и политической структуры. На первый взгляд, да, но на самом деле наши общественные структуры никогда не являются чистой формой одной данной структуры, а представляют собой комбинацию различных структур. В этом и заключается главная проблема. Смотрите сами, по всему миру царит глобальная структура с лидерами мужчинами, выживание сильнейших и наглейших, как у павианов. Внутри этой структуры нестабильные иерархии, целиком зависящие от силы и влияния конкретного самца, как у шимпанзе. Фоном этой иерархической структуры является мощная узаконенная семейная структура, как у гиббонов. В рамках этой структуры есть еще элементы, присущие лемурам каткам, где женщины стремятся к равенству полов и преобладающей позиции и так далее. В результате люди-павианы вынуждены сосуществовать с людьми-горилами, с людьми-шимпанзе, с лемурами и так далее. Это полная путаница. Как вы решите эту проблему в Land of Good? Именно здесь выступает на первый план женский подход. Поскольку наша основа – гендерная гармония, мы должны учитывать как мужские, так и женские подходы к построению общества. Если для мужского начала очень важна организация и сама структура, то для женского это будет разнообразие и многогранность. Собрав эти два вместе, мы получим что? Разнообразие структуры. Точнее, свободный выбор между всеми доступными общественными структурами в их независимых формах. В нашем мире все структуры объединены в одну общую общественную структуру, что делает ее очень сложной. Разберем на примере Нидерландов, в которые множество политических партий, но все они подпадают под парламентскую демократию, плюс конституционную монархию, плюс Европейский союз. Используя нашу аллегорию с приматами, Бонобо, плюс бабуины, плюс обезьяны нового мира вместе. Управлять такой системой – это очень сложная задача. В результате, вся энергия уходит на консенсус между партиями, оставляя немного места и времени для решения самих проблем. И вот так всегда и везде. После всех этих дебатов остается мало времени на то, чтобы заниматься счастьем и благосостоянием самих людей. Поэтому вместо того, чтобы доказывать друг другу, кто прав, Land of Good будет осознавать и изучать, почему мы все разные и почему мы предпочитаем разные общественные структуры. Вопрос должен рассматриваться не с позиции, какая система самая лучшая, а с позиции, какая система лучше всего подходит конкретному человеку. По этой причине мы планируем Land of Good как сеть автономных независимых ячеек, представляющих собой различные организации общества. Каждая такая организация должна быть добровольной, независимой, самодостаточной единицей, организованным сообществом, которую мы в Land of Good называем Ордекс. Я скоро поделюсь с вами набросками первого Ордекса. Ордекс – это безопасное поселение, в котором люди объединяются благодаря общим потребностям и идеалам, и разделяют одну и ту же философию, которая бы работала на них без вмешательства других, соседних Ордексов. Все Ордексы взаимосвязаны, но в то же время не мешают друг другу в достижении своих целей. Значит, получается, если я захочу организовать Ордекс диктатуры, это будет разрешено? Но, как мы видим, все общественные структуры внедрены в нас со времен предков-приматов, и каждый из нас интуитивно чувствует, какой именно общественной структуре нас больше всего влечет, и какая подходит нам лучше всего. Кому-то больше импонирует жить свободно и быть ответственным за свои действия и поступки, а кому-то больше импонирует быть ведомым и следовать чужим решениям. Это может прозвучать шокирующе, но ссылка на наших предков полностью объясняет это. Некоторые из нас чувствуют себя в безопасности, когда они полностью доверяются альфа-лидеру. Некоторым людям лучше с хорошим диктатором. Но позвольте, диктаторы известны своей жестокостью и насилием. У вас есть смартфон? Да. Ну так вот, Apple – это хороший пример добровольной диктатуры. Он диктует вам, когда и как обновлять ваше самое сокровенное – ваши данные. Вы когда-нибудь читаете их контракты маленькими буквами? Однако вы подписываете в слепом доверии, что альфа-эппл знает лучше вас. Если вы не подчиняетесь и не обновляете, через некоторое время ваш гяджет просто перестает работать, и вы изгоняетесь из всех глобальных коммуникаций. Это и есть диктатура. Но поскольку Apple выполняет то, что обещает, мы можем назвать эту организацию конструктивной добровольной диктатурой. К тому же все структуры будут разрешены в Land of the Future и потому, что движущей силой каждого Ордекса является стремление к совершенству. Создайте Ордекс коммунизма, если хотите, посредством доброты и безнасилия. Добейтесь мирового господства без геноцида, господства мира, наполненного любовью. Как насчет такой задачи? Не использовать насилие, а добро, творчество и знания. Докажите своим людям, что ваш Ордекс является самым лучшим для них. Значит, каждая политическая партия должна создать свое собственное сообщество, свою ячейку и должна вдохновить последователей обосноваться в этой ячейке. Это же невозможно в нашем мире. Да, это невозможно в нашем мире. Поэтому мы строим Land of the Future в виртуальной реальности. В виртуальной реальности мы можем дать волю своему воображению. Я полагаю, мы все понимаем, что со свободой приходит большая ответственность. Не свободен тот человек, который не владеет самим собой, как сказал греческий философ Эпиктит. Поэтому жизнь в Land of Good требует высокообразованного, глубокого самопознания и познания общества. В нашей нынешней реальности самопознание весьма поверхностное. Мы полагаемся на науку, которая раскрывает 10, максимум 20% существования. Похоже, что наша наука достигает своих пределов, когда дело доходит до 80% темной материи, 80% последовательности ДНК, 80% емкости мозга. Если наши технологии не в состоянии дать ответа, значит, надо искать ответ нестандартными способами. И если мы ищем что-то новое, почему бы не попробовать методы, связанные с женским началом и с той частью мозга, которая связана с легендарным третьим глазом? Было бы здорово сделать отдельное видео о недавних открытиях альтернативных технологий, связанных со звуком, светом и магнетизмом. Что, если мы сможем достичь нашего стопроцентного потенциала? И если в Land of Good мы собираемся делать это с помощью возможностей так называемого третьего глаза, то познание самого себя, своей линии предков и изучение чувств и эмоций становится приоритетом. А возможно ли это? Не без должного воспитания и образования. Поэтому Land of Good – это общество, управляемое не с позиции мужского или женского начала, а с позиции важности образования и самопознания. Не такое образование, каким мы его знаем, то есть не только практические знания, но в особенности самопознание. А самопознание начинается, как ни парадоксально, с других. Служа другим, вы растете. Они – ваши учителя и ваши ученики. Наша реальность учит нас, что путь к хорошему проложен материалистическими ценностями, деньгами, имуществом. Но мы все знаем, что можно быть богатым и несчастным. В Land of Good критерием счастья будет не достижение прошлого и не планы на будущее, а то, что чувствуется сейчас и здесь. Помните, когда у йога-отшельника, который живет в горах в состоянии блаженства, спросили, счастлив ли он или нет? Он был удивлен и не смог ничего ответить, потому что он никогда не думает об этом. Он просто наслаждается моментом. Если я себя хорошо сегодня чувствую, я могу привнести что-то хорошее в общество. Если мне плохо, я найду способ улучшить это состояние. Конечно, такая эмоциональная уравновешенность требует глубокого самообразования, которое будет предоставлено вам с самого детства. Дети должны обучаться дисциплинам свободы, мира и счастья, так называемого эмоционального воспитания, EQ вместе с IQ. В школах дети должны учиться любить себя и других, как быть хорошим партнером, родителем и хорошим гражданином. Конечно, в Land of Good детям будет легко осваивать подобные дисциплины, так как гипотетические они уже родились в обществе, которое следует такому образу жизни. Они взращены на знаниях и практике, как создавать хорошую энергию между людьми. Я бы хотела посвятить отдельное видео системе образования, потому что это очень важная тема в Land of Good. И там, где образование, там возникает фигура матери. Фигура матери, как мы уже говорили, и Land of Good будет представлять собой множество автономных орденцев. Вы абсолютно свободны во всем, что вы делаете. И Великая Мать будет следить за всем этим. Великая Мать – это не то, что мы понимаем под мамой. Великая Мать – это блеститель эмоционального здоровья общества. Она высокообразована, она заслужила свое положение, обладая исключительными способностями в области лидерства, общения, управления, справедливости, решения проблем, вклада в других, образования и медицины. У Великой Матери всегда есть решение любой проблемы. Это то, чему она обучалась всю свою жизнь. У нее будет целая армия помощников, готовых решить любую возможную задачу. Это создаст чувство безопасности и уверенности для каждого из нас. У каждого ордекса будет своя Великая Мать. Все Великие Матери будут связаны глобальной коммуникацией. А что, если мужчины попытаются конкурировать с женщинами за контроль? Они не просто женщины, они матери. В этом большая разница. Потому что отношения между мужчинами и их матерями исключают конкуренцию. Мужчины не хотят соревноваться со своими матерями. Они хотят их любви. И если у них ее достаточно, плюс к этому они остаются совершенно свободными в своих предпринимательствах, чего еще могут желать мужчины? Великая Мать всегда знает, что хорошо для ее подопечных, а что плохо. Кто бы не хотел иметь такую мощную поддержку на протяжении всей жизни? Кроме того, как мы обсуждали в предыдущем видео, в Land of Good всегда будет двойное лидерство. Мужчины будут управлять обществом вместе с женщиной. Речь даже не идет о сексуальной принадлежности, а об умениях и талантах. Поэтому Великая Мать даже не обязательно должна быть женщиной. Если мужчина проявляет самые необычайные способности в материнстве, его могут даже попросить на эту должность. Без специальных способностей никто не сможет управлять Ордексом, потому что Ордексу не нравится, когда его жители отвлекают от их ежедневного стремления к радостям совершенства. А разве конкуренция и война не являются движущей силой прогресса? Конкуренция, прогресс, мировое господство – все это концепции нашей реальности, созданные для того, чтобы люди были очень чем-то заняты. Нашему текущему прогрессу, управляемого только мужчинами, по крайней мере 10 тысяч лет. И все еще недостаточно для того, чтобы обеспечить благополучие для всех. Сколько же времени еще надо? Поэтому я потеряла всякий интерес к этому прогрессу. В Land of Good люди будут заняты инвестициями в свою собственную хорошую жизнь, вместо того, чтобы служить системе, которая обещает хорошую жизнь и не выполняет этого обещания. Значит, Land of Good будет союзом разных общественных структур, так называемых Ордексов, объединенных под общей системой великих матерей. Мать – это не система. Мать – это прежде всего ваша совесть. Нам трудно себе представить альтруистичного, ни в чем вас не обвиняющего человека, готового помочь при любых обстоятельствах. Пожалуй, только бабушки приближаются к подобному описанию, да и то не всегда. Великая Мать не обязательно должна быть вашей прямой родственницей, однако вы можете всегда на нее рассчитывать. В конце концов, мы все полагаемся на кого-то, кто может нам помочь, кто может указать путь. Доброта незнакомца – это один из принципов выживания. По этой причине доброта становится очень важной в ладокоте, так же, как и Великая Мать. Вы упоминали вклад друг в друга. Что это такое? Как правильно служить себе и обществу будет одной из обязательных дисциплин, которые великие матери должны осваивать. Вы имеете в виду, что надо учиться тому, как служить другим? Да, искусство дарить и принимать. Термин «контрибишионизм» был введен основателем движения Абанту Майклом Телленджером. Контрибишионизм, то есть вклад в других, это способ служения обществу. Вы вкладываете свои способности и знания в другого человека, не ожидая ничего взамен, точно так же, как другие будут вкладывать свои способности и умения в вас. Джон Стайн из «Хагнейшен» очень хорошо описал это. Я цитирую. Вклад в других – это то, что происходит в новогоднюю ночь, когда вы дарите кому-то подарок не с намерением получить что-то взамен, а с намерением сделать жизнь или день или момент этого человека немного лучше. Это только работает, когда люди умеют принимать. Таким образом, искусство дарить и принимать касается не только экономики, но и общественной структуры, являясь основой взаимодействия между людьми. Я правильно понимаю, что в Ленд оф Гуд отомрут такие типичные характеристики нашей нынешней реальности, как национальности, страны, паспорта? Их там не будет в первую очередь. Но опять же таки, если вы считаете нужным организовать структуру зарегистрированного гражданства в рамках своего Ордекса, и если это не будет разрушать стремление к благосостоянию, то, пожалуйста, организовывайте. Как вы будете держать людей на учете? Великая Мать знает всех своих чадов лицом. Мне очень нравится эта идея Великой Матери и множественного выбора. Есть ли способ применить это в нашей реальности? Думаю, что нет. Нам не хватает эмоционального интеллекта. Чтобы иметь возможность достигать коллективного объединения в таком большом масштабе, женщины должны сначала заново открыть свои истинные силы. Роль женщины в нашем мире настолько изуродована, что без ее перезагрузки не думаю, что женщины смогут реализовать такой проект вместе с мужчинами. Сначала женщины должны объединиться с тем, чтобы сотрудничать друг с другом. Как мужчины, которые обладают прекрасно организованными полномочиями. Политика, экономика, армии, полиция, религии, спортивные клубы, средства массовой информации и теперь интернет – все в их власти. Есть ли у женщин что-нибудь подобное? Хоть что-нибудь. Феминизм внедряется в существующие организации мужчин, что уже имеет невероятно большое значение. Но вынуждены играть по правилам мужчин, феминисткам трудно создать независимую от мужчин собственную организацию на стороне. Если женщины хотят что-то изменить, им нужно начать инвестировать в новые независимые технологии, не связанные с электричеством, и в новую школьную систему, в новые способы производства и потребления, создавать свои собственные полномочия. Женщинам надо успеть занять эту нишу. У нас мало времени. Конечно, это все похоже на фантазию, но как художник мне сам Бог велел создать нечто подобное в теории, потом в видео и позже, наконец, виртуальная реальность. Отлично, Вика, и спасибо. К сожалению, наше время истекло. До новой встречи на следующую тему. Затронет ли она образование? Посмотрим. Думаю, что да. Теперь, когда мы выяснили, что будет фундаментом и конструкция Land of God, нам надо строить стены, полы и туннели. Спасибо. До новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...